Пограничная застава. Здесь служат ребята, которые круглосуточно охраняют наше спокойствие. В увольнение они не ходят. Особенности службы не позволяют. Живут пограничники здесь же, на заставе. Военнослужащие срочной службы, в казарме. Офицеры и прапорщики в отдельных домах офицерского состава. Пограничная застава – это своего рода самостоятельный город, в котором есть всё для комфортной жизни. Как минимум, скважина с водой, генератор электричества, баня, котельная и даже собственное подсобное хозяйство. Кое-что из этого я вам покажу. Каждый новый день здесь проходит по новому сценарию. С кем придётся иметь дело – с контрабандистами, нерегалами или браконьерами – предугадать невозможно. И у каждого военнослужащего своя роль в охране государственной границы. На пограничной заставе существует ещё и технический отдел. Ребята, которые здесь служат, работают вот на таких чудесных машинах. Но они, наверное, не только катаются, да? Конечно, не только катаются. Эту машину нужно приводить в порядок, также содержать. То есть ежедневное техническое обслуживание они проводят сами здесь, в боксе. А когда звучит тревога боевая? Всё, вооружаются, берут ключи, выдвигаются на данной технике, на линии государственной границы. Главные помощники пограничников – служебные собаки. Их готовят здесь же, на заставе в кинологическом центре. Если бы я выбирала отделение для службы, то это точно было бы кинологическое. Сергей, расскажите, а какие собаки у вас работают? Как правило, у нас используются на пограничных заставах овчарки. Это бельгийская и немецкая овчарка. Я так понимаю, что овчарки между собой отличаются, у них есть разные функции? Безусловно. Используются собаки, как правило, староживые, те, которые могут работать по запаховому следу не менее трёх часов. Кроме того, используются собаки разыскные, которые могут работать по следу не менее шести часов. То есть я правильно понимаю, что собаке дают след? Собака становится на след, который продолжительность до шести часов, и она способна его взять и уверенно вести своего хозяина по следу нарушителя границы. Тренировать четвероногих охранников границы начинают уже с четырёх месяцев. Вначале собаки учатся простым командам, а после проходят спецподготовку в зависимости от вида службы. Вот, например, сейчас хвостатые тренируются догонять, сбивать с ног и обездвиживать нарушителя. Для занятий солдат надевает специальный костюм, закрывающий всё телом. Мне вот интересно, а костюм этот надевает тот, кто провинился сегодня? Ну что вы, есть шанс примерить этот костюм у любого военнослужащего заставы. Который провинился? Нет, что вы. Как правило, это военнослужащик, который находится в хороших отношениях с кинологами, с которым ему удобно и приятно работать вместе. Но это безопасно? Безусловно. Ежедневной дрессировкой и уходом за служебными собаками тоже занимаются военнослужащие кинологи. Собака, как всякое живое существо, требует за собой внимательного ухода. Как и всем живым существам, ей очень нравится, когда они заботятся. Поэтому после утомительной тренировки ей всегда приятно, когда хозяин расчешет, её вычешет, возможно, остатки травы, которые попали, листьев, шерсть. Безусловно, это доставляет ей радость. У них расчесок больше, чем у меня, я вам скажу. Ну, что поделать, у нас и собак гораздо больше, чем одна. Для этих многочисленных помощников есть даже отдельный пищеблок с холодильником и плитой. Валда, здесь полноценная кухня? На самом деле так и есть. Многие почему-то ошибочно думают, что собак кормят остатками из солдатского стола. На самом деле это совершенно не так. Для того, чтобы у неё хватало сил для задержания нарушителя границы и полноценных тренировок, необходимо постоянное питание. В день собаке полагается 400 грамм мяса, либо килограмм субпродуктов. А готовят еду, как я понимаю, тоже технологи? Безусловно, тот человек, который занимается с собакой и осуществляет кормление. Кормление проводится, как правило, три раза в сутки. Настало время познакомиться со следующим видом службы. И это отделение береговой охраны. Эти ребята охраняют наш покой на воде. По левую сторону – участок Беларуси. По правую – территория Польши. Здесь пограничники с ветерком несут свою службу. Катер береговой охраны может развивать скорость до 70 км в час. Патрулировать нужно и днём, и ночью. Наверное, это всё-таки самый приятный вид службы. Деревья шумят, птички поют, вода плещется. Романтика же, да? Не всё так романтично, как кажется, на первый взгляд. Приходится постоянно быть на чеку, чтобы в готовности действовать обосновки для задержания и преследования нарушителей. А чем занимаетесь, когда нет нарушителей? Ежедневно проверяем береговую отмель на предмет обрежения каких-то посторонних предметов в виде коробок, всяких мешков, посторонних плотов. Смотрим за воздушным пространством, чтобы не летали всякие разные летательные аппараты. Чтобы на нашу границу ничего лишнего не попало? Ну, конечно, да. Следим за этим. Жёстко. И следить приходится очень внимательно. Потому что то и дело находятся желающие переправить контрабанду или пересечь белоруско-польскую границу вплавь. Но самых бесстрашных нарушителей ловят не здесь. А знаете, где мы находимся? В пограничной полосе. Всего несколько сотен метров в ту сторону и начнётся территория другого государства. А знаете, кто чаще всего пересекает границу? Дикие животные. Сергей, это правда? Да, действительно. Чаще всего нарушителями границы у нас являются лоси, косули, зайцы, лисы, ну и другие животные. По сути дела, пограничная полоса для них это как большой заповедник. Никто не мешает жить, и они перемещаются свободно во всех направлениях. А срочники знают, как действовать в случае встречи с кабаном или лосиком? Безусловно. И надо сказать, что каждая сработка, вне зависимости от её причины, вызывает выезд тревожной группы, которая проверяет причину сработки. И если дикое животное, то препятствий ему никаких не чинится. Так, подождите, давайте разберёмся. Животное пересекает границу, и в этот момент срабатывает тревога? Да, безусловно. Сигнализационный комплекс даёт сработку, которая поступает на место дежурного по пограничной заставе. После этого застава поднимается по команде в ружьё и выезжает на место сработки. И часто тревожная группа поднимается из-за зверей? Вы знаете, в разные периоды года по-разному, чаще, безусловно, в брачный период животных, бывает до 20 раз за сутки. 20 раз за сутки? Именно так. Ох уж эти лоси! У каждого военнослужащего пограничника на заставе свой распорядок дня. Одни уходят в наряд, другие в это время отдыхают. Единственное исключение для повара. Он встаёт и ложится спать всегда в одно и то же время, ведь его главная задача – сытно и вкусно накормить личный состав пограничной заставы. Ребят, ну как, вкусно? Очень вкусно. Вкусно. А я не верю. А вы попробуете? Думаете, не попробую? Легко. Здравствуйте. Здравствуйте. А это из того же котла? Годного аппетита. Спасибо. Чем кормят, рассказываете? Всегда так? Да. У нас в порционах всегда рыба на ужин. Всегда абсолютно. Какая-нибудь каша, картошечка. Белочек, углеводы, всё как положено. Да, чтобы не пытались, чтобы не были сильны. Чтобы мы могли ловить на рыбе. У нас прекрасный повар. Спасибо, Петя. Очень вкусно. Спасибо. Ну, Петя, за вас. Я хотела соврать, но, честное слово, очень вкусно. Солдатская каша оказалась на уровне неплохого кафе. А чай? Сладкий. За такой сытный и вкусный обед благодарить нужно повара. К нему сейчас и отправимся. Расскажи, где ты научился так вкусно готовить? Учился готовить я в Варшанском политехническом колледже. То есть, вышел оттуда с четвёртым разрядом повара. Поэтому солдатам повезло, что кормишь их именно ты, да? Можно сказать и так. Сработал я сразу изначально 15 лет в суши-ешке. То есть, поролом китайской кухни. А второй раз уже готовил белорусскую кухню. То есть, ресторан у нас там есть. Ребятам суши готовишь тут, раз есть такой опыт? Нет. Не разрешают? Нет возможностей. Тут у меня плита. Готовлю я каждый день на 40 человек. То есть, кастрюли уже на завтрак у меня подготовлены. Вот, это кипятится заварка для того, чтобы я сделал уже чай. То есть, делаю всё заранее, так как я у нас встаю рано очень, в 4 утра. И всего есть сейчас времени, чтобы подготовить всё это. Также у нас есть стол для кухонного инвентаря. И даже специи, я смотрю. Даже специи, да. Ну-ка, для курицы. Ты хитришь, ты не сам собираешь специи. Снова для курицы. Ну, это тоже курица, но вкуснее. Вот у нас закончилась как раз приправа для рыбы. Соль, лавровые листы. Короче, всё. Всё на порядке. Но каким бы вкусным ни был приготовленный поваром ужин, по команде в ружьё военнослужащие встают из-за стола, берут оружие и выезжают на поиск нарушителей государственной границы. Ведь именно от слаженных действий этих бойцов зависит наше с вами спокойствие и безопасность.